салют именно так теперь принято говорить место привет на самом деле у меня хорошие новости мы запускаем новую рубрику на канале история компании это должно быть интересно вам но в первую очередь интересно мне потому что посмотреть на то как развивалась та или иная компания или вообще один человек естественно супер увлекательно поверьте на свете куча реально классных историй которые произошли в реальной жизни понятное дело про apple и стива джобса вы наверняка все знаете но вряд ли читали биографию основателя макдональдс или ford они тоже крайне интересны но сегодня мы говорим про другую историю которая является в принципе мотивационным случаем и должна быть примером для каждого из нас потому что нет ничего невозможного история компании дайсон а если чуть точнее история про то как обычный инженер из английской глубинки смог совершить прорыв в своем любимом деле в изобретениях и как следствие сделал мир бытовой техники лучше и был готов выпустить автомобиль который стал бы конкурентом тесле и вот еще если вам понравится такой формат поддержите нас не только лайком но и комментарием потому что атакует на аудиторию вы где поверьте высказаться любят только хейтеры но мы читаем все комментарии и ждем позитивных и классных комментариев от вас потому что стараемся для вас просыпайтесь и да можете не переживать за достоверность мы консультировались самой компании при создании ролика и взяли какую-то новую технику чтобы показать вам к чему все пришло двигаемся от точки старта в 70 джеймс дайсон в честь кого и названа компания будучи молодым и перспективным парнем свои 23 уже делал хорошо а именно создал быстроходное грузовое судно си трак способное причаливать к не оборудованному берегу еще одно его изобретение тачка с пластиковым кузовом и шаром которая заменяет колесо вроде бы банально но ведь вся суть мелочах дело в том что колесо в тачках постоянно норовит зарыться в рыхлую землю шар же мгновенно исправляет эту проблему дальше дайсон же по большей части это пылесосы сейчас а поэтому про них поговорим джеймс решил купить на то время самый мощный пылесос назывался он кувер джуниор и как несложно догадаться он его расстроен как инженер заметил что со временем пылесос стал всасывать намного меньше а мешок для грязи и вовсе порвался тем не менее создателям было плевать потому что это расходники есть у тебя порвался мешок ты купил новый соответственно производитель на этом также заработает на тот момент рынок расходников составлял 500 миллионов баксов сейчас это несколько миллиардов если учитывать инфляцию у нас кстати сейчас также делаются машины и запчасти к ним ну и в общем дайсону это не понравилось и он решил сделать что свой пылесос только без тканевого мешка но с большой силой всасывания и идея ему пришла во время прогулки на лесопилке потому что местные инженеры использовали специальные приборы которые собирали опилки дайсон посмотрел и решил все это дело адаптировать под домашние условия его новое изобретение работало по принципу промышленной циклонной установки она успешно улавливала мелкие частицы с помощью центробежной силы главная фишка во всей этой конструкции заключается в следующем поток воздуха с мусором пропускается через воронку то есть через циклон без мешков и фильтров джеймс смастерил такой циклон из картона и даже самая мелкая пыль гарантированно уходила в пылесборник но самое интересное что инженер потратил на это пять лет на доработку механизма и создал 5127 прототипов представляете насколько человек был увлечен идеей не сложно догадаться что путь был супер тяжелые инвестиции найти тоже нелегко было компания не хотели брать идею дайсона потому что не хотели рисковать у них ломались пылесосы они продавали запчасти на этом зарабатывали в итоге дайсону пришлось вложить дом кушать продукты собственного огорода занимать деньги и все только ради воплощения своей идеи удача к джеймсу повернулась лицом после первого успешного контракта с японской компании apix и нет это ничего общего с viva их телефонами apix не имеет благодаря этому в 1986 году удалось выпустить пылесос под названием geforce который назван кстати в честь силы всемирного тяготения продукт вышел успешно получил признание на рынке и даже удостоился каких-то премий на одной из выставок в японии на вырученные деньги инженер основал свою компанию в девяносто третьем году банк ему выдал кредит в 1 миллион долларов благодаря чему в английском городе кодсвольдс удалось сделать производство плюс небольшой исследовательский центр и в новой лаборатории дайсон создал свой первый пылесос под названием дайсон дисси 01 особенность этого пылесоса заключалась в осуществлении технология dual циклон которая предусматривала установку сразу двух циклонов разного размера то есть улавливание частиц пыли становилось еще более точным соответственно уборка с таким аппаратом была более эффективной этот продукт стали подхватывать различные магазины всего за полтора года компании удалось стать лидером продаж пылесосов во всей великобритании и кстати именно дайсон одни из первых начали давать гарантию на свои продукты потому что были в них уверены а вы думали что раньше гарантия была на продукты нет купил что-нибудь сломалась извините купи новое либо почини сходи по словам инженера покупатель должен максимально наслаждаться своей покупкой но перефразируем на современный лад кайфовать есть он покупает пылесос стоимостью до 500 баксов компания дайсон вообще не хотела выпускать запчасти потому что думал что покупателям они попросту не нужны ну и в целом джеймс любил поэкспериментировать в том числе и в дизайне поэтому продукты компании отличаются необычными расцветками или используют прозрачный пластик да не apple придумали это первыми ваймак хотя джонни айф выражал почтение дизайн коду дайсона что делает компания сейчас помимо пылесосов сушилки для рук средства для ухода за волосами климатическое оборудование и сейчас все это кажется обычно потому что окружает нас но за каждым продуктом который кстати продаются в 83 странах мира стоит огромное количество людей и интересных инженерных решений а поэтому девиз компании решать проблемы на которые часто не обращают внимание другие например в 2000 году компания выпустила свою стиральную машину под названием контр-ротейтер ну стиралка стиралка скажите но там было два барабана которые вращались противоположно друг другу тем самым имитируя ручную стирку а уже в 2001 году только подумайте компания представила прототип своих первых умных очков которые назывались дайсон хейла к история разворачивается да там был динамик микрофон и дисплей то что даже сейчас кажется недоступным и очень дорогим уже 19 лет назад делали в дайсон следующим инновационным решением стал новый компактный электродвигатель придуманный в 2004 году под названием ddm и решили его использовать не только в пылесосах но и в сушилках для рук под названием air blade вы же наверняка замечали в кафе в аэропортах на вокзалах сушилки для рук если такая стоит модная вещь руку подносишь все ветром пальцы практически срезает налогу присмотритесь это будет дайсон самые мощные сушилки на данный момент ну по крайней мере который я видел и для справки сейчас вот почитал из узких щелей по 0 8 миллиметра вот эти сушилки способны выпускать потоки воздуха со скоростью 690 километров в час они успешно срезают воду с рук высушивая всего за 10-12 секунд подтверждаю еще одна интересная вещь это очистители воздухов и у дайсона они тоже есть вон сзади стоит и по примеру первого пылесоса название схожие просто печ 01 называется эта штука способна автоматически распознавать частицы и все газообразные вещества в воздухе есть также параметры регулировки температуры и уровня влажности воздуха фильтрация воздуха происходит с помощью хепа фильтра а также фильтра изготовленного из активированного угля до его не только внутрь принимают после пьянки что про этот продукт написано с помощью технологии дайсон ultraviolet clean с воде гигиенично уничтожаются почти сто процентов бактерий за одну пикосекунду это одна триллионная секунда а еще здесь можно включать режимы бриза и рассеянного потока в автоматическом режиме если в комнате душно такой очиститель подарит ощущение прохлады это не я все придумал дайсон так вот решили описать устройство дорогущие а еще кстати посмотрите на эту фотку знакомая штука каких-нибудь модных ресторанах это тоже оказывается дайсон но естественно не во всех ресторанах стоит потому что когда заходишь в пафосное заведение заходишь в туалет а там там вот такое крат за 70 рублей ну извините модные дизайнерские изыски но одними очистителями воздуха сыт не будешь поэтому вентиляторы главная фишка которых это лопасти и представленная в 2009 году технология air multiplier принесла дайсон награду red dot award best of the best и несмотря на то что дизайн у этой штуковин действительно превосходный но главное как он работает на практике покупатели тепло его приняли потому что в первую очередь его легко чистить а во вторую с ним безопасно оставлять детей одних дома ну или животных честно вам скажу не знаю насколько живучий вентилятор без лопасти у дайса но вот что живет практически вечно у них так это настольная лампа например под названием csys desk весит немало целых четыре килограмма но зато ее можно спокойно перетаскивать с одного места в другое шнур то ведь аж 32 метра сама лампа вполне неплохо справляется своей задачей можно делать и длиннее короче поднимать вверх вниз угол свечения составляет 78 градусов а световой поток 1120 люмен забавно что эту лампу создал сын джеймса джейк дайсон который хотел отличаться от отца сделать свою фирму в итоге сделал и через несколько лет она вошла в обычный дайсон и вот здесь отмечу что именно лампа меня меньше всего впечатлила из продуктов потому что да я согласен она удобная на супер качественная она как будто сделано в ссср хорошем смысле то есть простенькая и самое главное что она работает очень долго 37 лет минимум а это официальное заявление вы заметили что сын что отец делают продукты хорошо и надолго но вот цена 40 тысяч рублей за лампу я все понимаю но видимо это один из тех параметров почему продукты дайсон ценится тоже они супер дорогие или вот например один из самых технологичных фенов на планете вы когда такое видели фен с дыркой внутри такой супер компактный еще сзади он розовый но на самом деле бывает несколько видов все зависит от комплекта называется он супер sonic про цену естественно он говорит наверное не стоит внутри у нас двигатель с цифровым управлением который формирует мощный сфокусированный воздушный поток если говорить проще тот этот фен супер бережно относится к волосам при том что поток воздуха у него нереально мощный а еще лично от себя добавлю насадки на магнитах это вот очень удобно еще одно изобретение компании на мой взгляд самое интересное с 2017 года дайсон вели разработку своего собственного электромобиля который должен был стать конкурентом тесле но проект сожалению отменили который кстати вел сам джеймс естественно он до сих пор жив в таком возрасте решил создать автомобиль ну и собственно после отмены он раскрыл все тайны проекта во-первых внедорожник был способен проехать тысячу километров без подзарядки хотели производить автомобиль в первое время в английском уиллдшире а в последующем перенести производство в сингапур и выйти тачка должна была в 2020 году сама машина должна была стать семиместным кроссовером просвет на 40-60 миллиметров больше чем у range rover с регулировкой клиренса и адаптивной подвеской интересно что колеса должны были быть огромными на 23 либо 24 дюйма и что касается двигателя а точнее электромотора планировалось что их будет 2 200 киловаттные с общей отдачей в 543 силы лошадиных естественно и перевесив 2 и 6 тонны машина могла разогнаться до 100 километров за 4 и 8 секунды но проект отменили при том что джеймс дайсон вложил в него личные 500 миллионов фунтов стерлингов но позже все-таки призвал что все это было напрасно потому что автомобиль получился просто невероятно дорогим и компания не нашла бы покупателей чтобы окупить такие затраты поэтому возвращаемся к бытовой техники вентиляторы сушилки фены все понятно но главная движущая сила компании это естественно пылесосы сейчас на текущий момент в линейке есть всего три аппарата этого 8 по 10 и в 11 и у этих пыликов две главных фишки 1 они все беспроводные 2 у них очень большая сила всасывания которая сопоставима с обычными проводными пылесосами вот например в 11 на данный момент флагманский продукт его отличительная особенность заключается в наличии интеллектуальной настройки режима уборки времени работы пылесос способен автоматом адаптироваться под тип напольного покрытия в режиме авто с насадкой с высоким крутящим моментом при этом его хватает на целый час беспрерывной работы то есть подходит и для больших квартир или даже дома здесь также интересны две технологии гипер димовый двигатель дайсон и рейдил рут сайклов то есть в момент запуска пылесоса двигатель начинает работать со скоростью сто двадцать пять тысяч оборотов в минуту и мощностью всасывания просто вдумайтесь до двухсот двадцати аэроват ну естественно он собирает всю грязь которая проходит через шестиступенчатую систему фильтрации она способна улавливать девяносто девять и девяносто семь процентов частиц размером до 0 3 микрона в момент уборки система циклонов создает центробежную силу в 79000 g вся пыль придавливается к стенкам циклонов которых здесь аж 14 штук а затем гравитация опускает мусор вниз в контейнер и главное в этом помогает насадку у которой 2 миллиона 700 тысяч щетинок из углеродного волокна а также 7815 жестких нейлоновых щетинок из забавного здесь есть экран где можно следить за оставшимися зарядом подсказками и режимами работы их тут кстати h3 это авто эко и turbo а еще есть встроенные видео инструкции мультики смотреть на пылесосе до чего же мы дожили по режимам 1 самостоятельно регулирует мощность всасывания но работает только с насадкой с высоким крутящим моментом 2 режим эко позволяет продлить время уборки если вам подольше походить нужно ну и 3 turbo включает вообще все моторы двигатели все остальное на полную катушку чтобы даже самая въевшаяся грязь отстала как происходит система очистки грязь залетает в контейнер который имеет объем 0 7 и 6 литра а сама система для очистки просто жмем кнопочку и все разом вылетает на мой взгляд самый кайф что ты грязь руками не трогаешь потому что кнопку нажал у тебя контейнер открылся грязь вся вылетела плюс там есть резиновая прослойка это в том числе хорошо и для аллергиков что касается зарядки ты на стену пылесос повесил он сам зарядился понятно там умный всякие предохранители стоят он понимает когда 100 процентов заряжается поэтому снимать не нужно плюс многие жаловались что необходимо сверлить стену но дайсон придумали еще и напольную подставку о которой я тоже вот до этого ролика не знал она из максимальной комплектации но можно купить и отдельно для кого вы 11 сделан в первую очередь для гиков которые хотят и с экранчиком пылесос экран в пылесосе дожили но главным образом у кого большая площадь или целый дом если взять например два аккумулятора то он будет способен проработать 120 минут за 120 минут дом можно пропылесосить большой это инфа касается модели в один с абсолют экстра как у нас на обзоре их на самом деле там несколько существует еще одно устройство в 10 этот пылесос чуть попроще но также способен проработать до 60 минут без подзарядки у него также флагманская система фильтрации а еще удлиненный контейнер с гигиеничной системой очистки двигатель данного пылесоса обладает мощностью уже поменьше 151 аэроватт скорость достигает 125 тысяч оборотов в минуту но главное что он также расположен под рукояткой это кстати очень хорошо так как центр тяжести находится близко к руке что делает процесс уборки труднодоступных мест более простым а вот жк дисплей сюда не завезли поэтому процент заряда можно узнать с помощью специального индикатора но естественно есть кнопка для переключения режимов я бы назвал эту модель балансом качества брал бы именно такой есть еще один вариант пылесосов самый доступный так сказать но бюджетненько это не всегда плохо модель v8 располагает эффективной системой фильтрации а также гигиеничным способом очистки контейнера такой стоит у меня дома в комплекте с пылесосом идет универсальная насадка с прямым приводом на 35 ватт она способна убирать разного рода загрязнения на любых покрытиях двигатель обладает мощностью всасывания до 115 аэроватт а количество оборотов в минуту 110 тысяч самый микроскопический частицы задерживаются с помощью технологии тиара идеал она образует расположенный в два ряда 15 циклонов которые работают параллельно увеличивая мощность воздушного потока там где это нужно вот здесь эффективность работы обеспечивается за счет насадки с прямым приводом при этом автономность не особо урезали она здесь достигает 40 минут ну и главным образом вот этот пылесос также максимально подходит аллергикам из-за того что контейнер снизу открывается и ты тоже бесконтактно грязь вычищаешься для этого еще и трубку снимать не надо кому такой пылесос рассматривать наверное для тех кто хочет купить топового китайца какой-нибудь вот самый дорогой сяоми это будет самый доступный в 8 отдайся ну и плюс он очень легкий а значит подходит отлично для родителей не особо чтобы им тяжело это все поднималось но и для тачки таскать в тачку самый легкий пылесос тоже удобно что по ценам в 11 можно приобрести в диапазоне от 50 до 63 тысяч рублей чуть менее навороченный в 10 от 35 а в 8 от 25 до 30 тысяч рублей что объединяет все эти пылесосы они все супер качественно сделаны они все очень мощно естественно они все беспроводные и я уже смысла в проводных пылесосах не вижу когда есть вот такое на стену повесил зарядил пришел пропылесосил ушел опять зарядил опять пришел пропылесосил и опять ушел что мы видим в итоге плодотворная работа джеймса и компании дайсон если мы посмотрим просто на сухие цифры на статистику устройстве компании пользуются 67 миллионов человек по миру а продают они около 13 миллионов устройств в год компания демонстрирует нам примеры успешного воплощения в жизнь амбициозных планов в рамках которых развиваются новые технологии и сфер затрагивается достаточно большое количество между прочим высокоскоростные электромотор и видеосистема машинное обучение искусственный интеллект и все это стало возможным благодаря лишь энтузиазму одного человека энтузиазму джеймса дайсона понятное дело что он не один свет сделал потому что сейчас в компании около 15 тысяч сотрудников с которых около 6 тысяч инженеров и все примерно думают как дайсон все хотят что-то сделать классное и не важно сколько на это потребуется времени или разработок сотню прототипов или пять с половиной тысяч как это было и если все это получилось у дайсон то при таком же большом желании обязательно получится и у вас такая история и